В общем, вчера из города Кунмин я доехала автостопом до города Чезду. Это 860 километров. Попутчик дал мне деньги на билет на поезд, чтобы я доехала из Ченду до города Урумчи. Это 3000 с чем-то километров до ближайшего города Казахстана. Поэтому сижу на вокзале, жду свой поезд и меня ждет 37 часов на китайском поезде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня мне даже удалось поспать. Сижу, делаю массаж лица, да, и совсем разжирена в Китае от жирной пищи. Не считая получше. Ха-ха, ну что-что, ну чтоб китайский поезд вывел меня из себя ни за что. Ой, а вокзал в городе Урумчи такой чистый, после грязного поезда прям вот эстетический оргазм. Продолжение следует... Прям вот выходишь из вокзала в городе Урумчи, а тут такая красота арбитектура такая. Сегодня мой хост из Казахстана, из Алматы, Асулхан, провожает... Ну что, теперь мой путь лежит из Казахстана в Киргизию. Блин, этот эрелож в бодяге нечто такое. Итак, сегодня я нахожусь в Киргизии, приехала я в деревню Кырчин на мировой фестиваль кочевников. Сегодня у меня, как всегда, день просто безграничного счастья. Я осталась одна в горах, здесь юрточный городок. Сегодня я ночую в юрте, на ужин традиционно барашек, в фестивале участвуют 53 страны. Хочу вас познакомить со своей киргизской семьей. Всем приятного аппетита! Водичка, водичка! Умывались! Сегодня международный фестиваль кочевников. Киргизская сутку. Киргизская сутка. Умывались! Мы словно шокурные масштабы, на сайт, любые масштабы, приятного кирпича. Умывались! Вышли! Это все, что происходит! Умывались! Умывались! Вчера у меня был первый опыт ночевки в юрте. Это было нереально круто, так атмосферно. Только местные жители и я. Доброе утро. Перед сном у нас была дискотека, где тоже были только киргизы. Меня научили национальным традиционным танцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я сейчас в Киргизии, в городе Бишкек. Иду на трассу, чтобы доехать до Казахстана. И через Казахстан я поеду уже в Узбекистан, в Ташкент. Не могла пройти мимо киргизского рынка и не накупить себе персиков. Да, все познается в сравнении. В Китае, конечно, плохой автостоп, но какой ужасный автостоп в Средней Азии, это просто жесть. Тут люди слово бесплатно вообще не воспринимают, как бесплатно. И на самом деле даже немного какой страшный автостоп. Каждому-каждому лучшее верится. Отчего так в России березки шумят? Отчего белоствольные все понимают? Вот и чего березки в России понимают, а киргизы не понимают, что я еду бесплатно. Ничего на свете лучше нету, чем бродить одной по белому свету. В общем, сегодня из Бишкека я добралась до границы Казахстана. Вот сейчас стою из топлива машину. Мне нужно поехать в Узбекистан. А меня никто не останавливает. Прошу остановись, попутчик мой. Прошу я, довези меня домой. Мы перебегали берега, перебегали берега. Да, мы перебегали берега, перебегали переплет. Че ты не останавливаешься? Ну что? Прошу! Сейчас я в Узбекистане, в городе Ташкент, кушаю самый вкусный плов в моей жизни С изюмом, с курагой, с говядиной, с рисом Еще одно традиционное блюдо называется канун Да, очень вкусное блюдо, с теста сделано и внутри картошка Все это парится и самое главное вкус от супа у нас на свайта Чжок Итак, сейчас я в Казахстане, уже совсем близко к России, еще буквально осталось полторы тысячи километров Еду с попутчицей, сейчас нас остановила полиция В общем, было нарушение с нашей страны, никак не можем решить вопросы, в общем, хотят отобрать права Но один из полицейских сейчас ко мне подошел и спросил, какие еще могут быть варианты Я говорю, что вы имеете в виду? У нас есть дыни, есть коньяк Говорю, денег нету, у меня есть рыболовная сеть, хотел уже ей поделиться Вот, он такой, а еще какие? Я говорю, а вы что мне так глазками стреляете? Он такой, давайте друг у друга оставим приятные впечатления У вас от нас, у вас от страны Я говорю, вы мне сейчас предлагаете секс? Он такой, ну, да Я такая говорю, знаете, я проехала шесть тысяч километров автостопом И у меня ни разу не было таких предложений Даже намеков не было И тут сейчас какой-то полицейский в каком-то Казахстане, в какой-то степи Вот просто посмотрите, что тут вокруг Предлагает заняться сексом за то, чтобы нас отпустили Но причем коньяк они не принимают, дынь они не принимают Потому что якобы камеры Я говорю, как же? А секс, то есть резко все с камер удалит, правда? Он такой, ну вот это мы сами уже оплатим То есть ваш штраф В общем, я говорю, вы знаете, я путешествую 10 месяцев И у меня достаточно много разных приспособлений для своей безопасности И сейчас работает диктофон Поэтому думаю, что вам лучше нас отпустить даже без коньяка И, в общем, он сейчас в шойке Блин, а у меня никакой диктофон реально не работал Короче, типа сейчас говорят они о моей записи, которая у меня якобы есть А у меня ее нет В общем, просят удалить Короче, я не знаю, что будет Надеюсь, как-то получится решить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я приехала из города Кунмин, из Китая до России через Казахстан, Киргизию, Узбекистан И вот я уже в России, проехала 7500 километров Приехала сюда, ощущение, как будто я не уезжала никуда Как-то достаточно привычно мне стало в любом уголке земли Все страны меня хорошо принимают И я открыто иду на встречу В общем, я доехала до России Сегодня я остаюсь ночевать в йога-центре Где я когда-то расписывала стены Сейчас я вам покажу Вот Буду, которого я когда-то рисовала несколько лет назад И на все выходные эти апартаменты принадлежат одной мне Все, можно снять трюкзак Пойдем, я вам покажу Блин, как же это круто Я тут уже включила себе мантры Вот здесь вот такой зал Два дня Апартаменты двои А еще А еще здесь есть гамак Гамак О да Вот оно, счастье Вот оно Продолжение следует... И вот сегодня ровное число 8 тысяч километров Я проехала автостопом из Китая И сейчас я в городе Камышин В городе, где я родилась В школу, где я училась Сейчас я иду в гости к моему папе Когда он увидит меня вот с этими баулами Конечно же он скажет, что я как бомж и позорю Россию, что путешествую автостопом Папа не знает, что я и по России ехала автостопом В общем, сейчас мне дают втык На чем ты ехал? Что думаете, приехала я в Россию сторис не снимая? Показывать нечего Сейчас прям, вы посмотрите, какая у нас тут Волга-матушка А я уже в Ростове, как приятно тут видеть овечку Я никогда их не видела так близко Вот вчера я была такой овечкой Когда пришла на поезд И билет у меня был на 10 октября Вчера было 12 Поэтому я ехала сегодня всю ночь на Бла-бла-кар И вот только приехала Сейчас иду к своей подруге Блин, мне так твоя реакция понравилась Привет, дай мне кого-то затрю Привет 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 Какое ты виноват? Он ждал вас, знаете? Ой, какой пузатик Он чиню Мне кажется, в тот раз, когда ты приезжал Кристина, мы еще все за стол не сели Почуха мяча горит Я уже не знаю Кристина, ты уже пол стола съела Мы еще даже не сели Очень вкусно Уже через несколько часов я буду дома в Питере И это будет шестой город за последний месяц И 72-й город за все мое 10-месячное путешествие Но мне кажется, я где-то ошиблась и что-то не досчитала И вот я уже в Питере Сейчас вижу свою маму спустя год путешествий И даже немного волнуюсь И вот я в России Лежу под русской яблонькой Пройдя путь 8 тысяч километров Автостопом из Китая, из города Кунмин И тут я поняла Я добралась только до России Но я еще не приехала к вам Субтитры сделал DimaTorzok